МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телеканала «Звязда». В студии работает Карина Агеева и сегодня в выпуске. Защита финансового рынка и борьба с зарплатами в конвертах. Президент Беларуси накануне с докладом принял министра по налогам и сборам, а также главу Комитета госконтроля. Было поручено усовершенствовать налоговое законодательство. Это главный вопрос. Как идет усовершенствование? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служба в армии – обязанность каждого мужчины. Сейчас призывная кампания в активной фазе. 90%, даже более 90%, молодые люди настроены для прохождения воинской службы. Материальную помощь к школе уже получили более 73 тысяч многодетных семей. Перейдем к подробностям. Защита финансового рынка и борьба с зарплатами в конвертах. Тема накануне в Центре внимания во Дворце независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра по налогам и сборам, а также главу Комитета госконтроля. В Центре внимания вопросы, касаемые двух ведомств. Стоит напомнить, что в начале этого года вступил в силу обновленный налоговый кодекс. Немало новшеств появились в документе. Их значение не освобождает плательщиков от обязанности оплаты налога. Уплата налогов – это дело святое. Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственны за нарушение налогового законодательства самое страшное. В так называемых демократических странах – Соединенных Штатах Америки и других. Преступление номер один – это неуплата налогов. Ну, может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек, не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатят, чтобы к нему не было претензий. Поэтому, да, это один из вопросов. Поручений выдано очень много. Мы кое-что увидели и извлекли уроки из прошлого, особенно прошлого года. Было поручено усовершенствовать налоговое законодательство. законодательство – это главный вопрос. Как идет усовершенствование? Чтобы человек мог уплатить налоги, он должен понимать, за что и сколько он должен платить. А это должно быть просто. В текущем году в бюджет нашей страны только в первом полугодии от налоговых плательщиков поступило более 15 миллиардов рублей. Налоговые службы план перевыполнили на 2,5%. К тому же, эта цифра больше на 480 миллионов в сравнении с поступлениями прошлого года. И здесь Александр Лукашенко подчеркнул особое отношение к честным налогоплательщикам, к тем, которые работают по закону. Мы в последнее время очень принципиально по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Я вот хочу вас просто попросить и предупредить. Мы под эту вот марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, занимаются предпринимательством. Ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который к нам пришел и честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны, знаете, как-то в моду превратить, задушить какого-то предпринимателя-бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят пользу государству. Только единственное – налоги надо платить. Людей, которые у тебя работают, не обижать. Нельзя, чтобы ты набивал свои карманы, а люди ходили, полунищенское там существование вели. Вы помните, в канун выборов я ставил жестко вопрос, что нам надо установить среднюю заработную плату, ниже которой нельзя. И вообще бизнесмены, частные структуры должны чуть-чуть выше, чем средняя зарплата платить. Это, ой, как не понравилось бизнесу. Как это я отдам деньги? Это же люди на тебя работают. Эти же люди у тебя работают, на тебя работают, приносят тебе деньги. Особое внимание во время встречи президент уделил борьбе с выплатами зарплат в конвертах. Ведь те, кто таким образом рассчитывается со своими работниками, недоплачивают не только налоги, но и поступление в фонд социальной защиты. И таким образом они лишают наших пожилых белорусов пенсии. Работа по борьбе с зарплатами в конвертах в числе первоочередных в Министерстве по налогам и сборам. С текущего года это одно из основных направлений. Понятно, наверное, почему главой государства это обозначено. Потому что помимо недопоступления денежных средств в бюджет, тут есть существенные риски недопоступления в фонд социальной защиты. Соответственно, и исполнение социальных обязательств перед самыми социально незащищенными слоями населения, такими как пенсионеры или лицами, находящимися в декретных отпусках. Работа налоговой службы прежде всего направлена на профилактику и предупреждение налоговых правонарушений. К примеру, при выявлении неуплаты или неполной уплаты налогов платежщику направляется уведомление. У него есть возможность доплатить в бюджет необходимую сумму в добровольном порядке. Так, только благодаря работе налоговой инспекции по городу Новополоску на сегодняшний день дополнительно в бюджет поступило около 5 миллионов рублей. К сожалению, существует категория субъектов хозяйствения, которые используют схемы, чтобы минимизировать налоговые платежи. В ходе проведения контрольных мероприятий нами установлено ряд таких схем. В бюджет недопоступило более 2 миллионов рублей. Конечно же, сумма значительная, а значит, это не только административные дела, это уже и возбуждение уголовных дел соответствующими контролирующими органами. Только в Новополоске на 1 июля на учете налоговой инспекции состоит 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество возросло более чем на сотню. Основные виды деятельности ипэшников – торговля, аренда, жилья, строительные, парикмахерские и образовательные услуги. Из состоящих на учете индивидуальных предпринимателей применяют упрощенную систему налогоблажения около 1500 индивидуальных предпринимателей. Их процент от общего количества составляет порядка 60%. Уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей и физических лиц более 700 индивидуальных предпринимателей или около 30% от состоящих на учете предпринимателей города. По состоянию на 1 июля 2021 года от индивидуальных предпринимателей города в бюджет поступило более 2 миллионов рублей. Служба в армии – обязанность каждого мужчины. В июле президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призывы на срочную военную службу, службу в резерве. Указом предусматривается увольнение в запас солдатов-срочников и резервистов, выслуживших установленные сроки, а также на призыв на срочную военную службу и службу в резерве. Сейчас призывная кампания в активной фазе. Продолжение темы в нашем следующем репортаже. Сегодня в коридорах военкомата немало молодых людей. Накануне они получили повестки. Сюда пригласили парней, которым исполнится 18 лет ко дню призыва. И у них нет осрочки, а также тех, у кого право на осрочку утрачено. Сейчас призывники проходят медицинское свидетельствование. Будущий новобранец обязательно должен быть здоров. К слову, в этот осенний призыв военкомат придут порядка 650 молодых людей из Полоцка и Новополоска. Уже на сегодняшний день у нас порядка 20 годных ребят, те, которые уже годны для прохождения воинской службы. Далее будем продолжать, конечно же, это мероприятие. После медицинского свидетельства мы планируем проводить уже призывные комиссии. Уже в ноябре начнется отправка воинской части и формирование. Проходить воинскую службу молодые люди будут как в вооруженных силах Беларуси, так и в силовых структурах других ведомств. Внутренние войска, пограничный комитет, комитет государственной безопасности. С Полоцкого военкомата призывников отправят в воинские части Витебска и Минской областей, а также, возможно, Гродненской. В основном, если отметить, то 90%, даже более 90% молодые люди настроены для прохождения воинской службы, чтобы выполнить свой конституционный долг в соответствии с 57-й Конституцией. Потому что понимают, что это обязанность и священный долг каждого молодого человека. Поэтому каждый молодой человек обязан выполнить эту воинскую обязанность. Однако есть и те, кто не желает проходить службу и игнорирует повестки о явке военкомат. К слову, если молодой человек не придет на мероприятие призыва, а указанный день без уважительной причины, то ему грозит административное наказание до пяти базовых величин. В дальнейшем может дойти и до уголовного разбирательства. В Беларуси полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Задействуются самые различные виды поддержки семей с детьми, которым необходимо помочь собрать ребенка в школу. Материальную помощь к школе уже получили более 73 тысяч многодетных семей для 145 тысяч детей на сумму более 10 миллионов белорусских рублей. В Витебской области материальная помощь оказана более 9 тысячам семей на сумму более 1,5 миллионов белорусских рублей. Помощь получают многодетные семьи и средства местного бюджета. Также малообеспечены семьи, семьи с детьми-инвалидами, либо родителями-инвалидами путем предоставления государственной адресной социальной помощи. Привлечение средств предприятий и организаций, благотворительных фондов и общественных организаций. В эти дни также разворачиваются всевозможные благотворительные акции, организованные профсоюзом, общественными организациями, предприятиями и учреждениями, чтобы помочь нуждающимся подготовить детей к школе. К этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на ютуб-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее передаю слово моим коллегам с телекомпанией ВАЕН-ТВ. До встречи в вечернем выпуске новостей. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитов. Добрый день. Белорусские военнослужащие убыли на полигон в Астраханской области. Здесь пройдет оперативно-тактическое учение зенитных ракетных войск, а также совместные маневры Объединенной системы противовоздушной обороны стран-участниц СНГ «Боевое содружество-2021». Стражи неба будут работать в сложной мишенной обстановке, учитывающей возможности применения перспективных средств нападения. В Беларусь прибыли участники конкурсов «Полярная звезда», «Снайперский рубеж» и «Уверенный прием», которые пройдут в нашей стране в рамках Армейских международных игр 2021. Далее состоится жеребьевка, после этого команды приступят к тренировкам. В этом году впервые в дисциплинах «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж» примет участие команда Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Выступать спецназовцы из России будут вне зачета. В 80-ю годовщину со дня образования отметила школа по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы. Боевой путь подразделения начало в городе Кубинке Московской области, но уже в начале 50-х местом прописки стал город Борисов. С 2001 года здесь приступили к подготовке прапорщиков. За 20 лет существования в учебном формате подразделение отправило войска более 9 тысяч специалистов. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!